Мы продолжаем отвечать на вопросы зрителей интернет-портала Экзегет. И вот такой вопрос. Болезненные вопросы сегодня. У сына обнаружили аутизм. Он не лечится. С ним всю жизнь живут. Как правильно принять это? Как не унывать, когда твой ребенок больной? Ну, мне трудно разговаривать на эту тему, потому что вот у меня есть друг священник, у которого ребенок родился с синдромом Дауна. Мы с ним общались в то время, для него это было страшным потрясением, страшнейшим. Вот. Но потом он как-то вот нашел Христа и оперся на него и пошел, и понял, что все хорошо. Ну, потому что это человек. Живой человек. Конечно, я понимаю, что синдром Дауна – это не так страшно, как аутизм. Но суть-то та же самая. Это человек. Человек, которого послал Бог в этот мир, послал его в мою семью. Вот если я принимаю этого посланца, все меняется. Если я принимаю, что каждое событие моей жизни, оно посылаемо Богом в мою жизнь, чтобы изменить меня. Меня изменить. Я читал книгу об детях, страдающих этим заболеванием, и видел, что, когда родители принимают их внутренне, сердцем, что-то происходит, и оказывается возможность воздействовать на детей. Я такие вот читал про живых таких людей, взрослых и их детей. Знаю такого человека, причем это отец, который воспитывает ребенка с этим болезнью. Мать отказалась от него, а он борется. Он принял этого ребенка. Он не может, конечно, болезнь есть болезнь. Много в ней сделаешь, но возможности взаимодействия возникают. И этот человек живет очень насыщенной жизнью. Как живет у ребенка, естественно, трудно сказать, на то это и болезнь. Такая она. Но судя по тому, что он говорит, судя по тому, что он снимает, судя по тому, что он фотографирует, у них есть взаимодействие. Но оно возникло тогда, когда родитель принял это. Это ведь... Что значит принять? Ну, конечно, мы приняли, но куда деваться-то. Но мы ходим всю жизнь и говорим, да за что? Да зачем? Да почему он такой? Мы не приняли. Принять сердцем, когда мы... Вот именно такой нам нужен. Раз Бог его послал. У меня есть ученики, когда-то же я был школьным учителем и учил детей. Вот и одни мои ученики, они однажды поженились. У них возникла семья. Я не знаю, какая они семья. Но первый их ребенок, он был больной. Ну, в смысле, как он был, он и сейчас есть больной. Я не видел таких. Я знаю, что они есть. Живем я не видел более больных людей, чем эта девочка. Это я не буду описывать, потому что я тогда разревусь, и я не смогу. Это необыкновенная болезнь. С таким диагнозом в мире очень мало детей, людей. Но я видел, как они ее любят. Это можно смотреть неотрывно, потому что такое ощущение, что любовь проходит через все существо бытия. Причем это люди не ходят в церковь. Ну, по крайней мере, так, чтобы мы этого видели. Ну, причащают, конечно, ребенку, но сами они не являются там вот как-то вот такими прихожанами. Ее и пищать-то было сложно в таком состоянии. Но любовь, тем не менее, и она почти вещественная. Ты ее почти видишь, ты понимаешь, что вот то, как ты любишь вообще, ты христианин. Ты, ты, это космос, ты так не можешь любить. Вот сейчас у них родился хороший, здоровый ребенок. Они не перестали любить первого. И я понимаю, что вот Бог, посылая больного ребенка в наш мир, он дает любовь к нему, если люди принимают его как дар Божий. И между ними происходит какое-то замыкание, когда Бог в них во всех существует, когда люди готовы любить. Ребенок не готов, он же только ребенок. Но родители, отдаваясь этому дару, как мы все говорим, твоя от твоих, тебе приносящий, отдаваясь этому посылаемому дару, они как бы пропитываются этой любовью. Ведь это Божий ребенок. Отец Небесный его любит. И это же только здешнее ограничение физиологии. Там-то в Царстве Отца он будет другим. И вот родители изливают на эту любовь, и она преображает, насколько возможно, и душу этого человека, и физиологию этого человека. И когда он подрастает, он отдает что-то в благодарности, доступной в его физиологическом урезанном бытии, и он начинает отражать этот свет. И этот свет любви и родителей начинает так же греться. И вот это замыкание происходит трое во Христе, в Боге, знающей всей своей жизнью любовь. Такую любовь, которая нам и не откроется. Не откроется, потому что у нас слишком много душевной любви, а в таких случаях больных. Душевная любовь бессильна. Тут нужен такой поток любви, который только духовный и только через Бог. И Бог дает эту любовь. Это большая боль и большая любовь. И если Бог посылает в мою семью такого ребенка, значит, у нас есть что-то способное эту любовь Божию вместить, и так расплавится в этой любви, что не только жизнь этого ребенка скорректируется, но мы сами познаем Бога так, как никогда его не знали. Потому что тот, кто отдает себя в любви человеку, не получая, не сумея получить ничего взамен, это же и есть подлинная благодать настоящего христианства. Я бы так сказал, что только избранных выводит. Избранных родителей выводит Бог на этот путь. Избранных, кротких и смиренных, способных так довериться Богу, так любить без ответа, как может любить только Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok